Просто мне нужно знать, могут ли два человека всю жизнь быть счастливы вместе. Это не просто, уж поверь. По-моему, лучше всего найти того, кто будет любить тебя, такой, какая ты есть. Плохой, хороший, страшный, красивый, добрый, какая есть. Ведь он все равно будет считать тебя лучше всех. Вот с кем стоит быть рядом. Ведь он все равно будет считать тебя лучше всех. Вот с кем стоит быть рядом. Это куртка пришла ко мне в начале мая. И я так расстроилась, что я не смогу ее поносить весной, потому что уже тепло, она слишком теплая для начала июня. Но в итоге... На дворе 2 июля все нормально. Я в куртке и с зонтиком. Это Беларусь. Обычный Миша? Необычный Миша. Срок целет еще раз? 15. Сколько? 15. В комментариях писали, что ты напоминаешь Мишу. А знаешь, чем? Ну что, я такой же, как его. Какой? Смешной. И маленький. Мой малыш все больше и больше, все выше и выше. А снова лежу на скамейке. Миш, ты капитан Америка? Нет, я человек-паук. Сегодня я зашла на работу в юбке, а вышла в леггинсах и кроссовках. Потому что бегу с работы, делаю свои 10 километров, тренировку, возвращаюсь домой. Это несколько продуктов, которые я приобрела относительно недавно, и все они способствуют более экологичному образу жизни. И на самом деле это не так сложно и страшно, как оно может звучать, а очень удобно для вас. Первая вещь, которая наконец-то у меня появилась, это бутылка для воды из нержавеющей стали. Вместо пластиковой многоразовой, которой я до этого пользовалась. Кстати, это прямо из Элима, в общем, в апреле я купила, до сих пор купю из нее, но уже из нее. Это бренд Simple Modern, и у них есть 43 цвета и 4 размера объема бутылки. У меня это 17 унций 500 миллилитров. Мой цвет это Rose Gold, а Жене я купила Midnight Black. До этого я постоянно пользовалась пластиковыми бутылками по много раз, но минус в том, что они, во-первых, все равно изнашиваются, во-вторых, начинают немножко вонять, и уже тоже хочется новую. Не всегда эстетичные, и все равно кто-то может ее выкинуть случайно, потому что это мусор, и, соответственно, придется купить новую. Эта бутылка сохраняет тепло и холод, не как-то нагревается на ощупь, и также не имеет такого, знаете, металлического привкуса, когда ты ее пьешь, или, там, опять же, пластика, когда ты пластиковые бутылки пьешь. Я в нее влюбилась. Она упростит вашу жизнь, снизит ваши же расходы и количество отходов. Следующая вещь – это многоразовые сумки для хранения продуктов. В наборе идет пять штук, три размером с большой сэндвич и две поменьше. Стоит комплект 20 долларов. Прекрасная альтернатива маленьким мешочкам или большим контейнерам, или тяжелым банкам для орехов, если вы хотите брать какую-то еду с собой. Следующая вещь – это… Менструальная чаша. Если вы вдруг первый раз слышите об этом слове и видите вот эту штучку, то коротко – это удобная, практичная, безопасная и экологичная замена прокладкам и тампонам. Из моих близких подруг мало кто знает вот об этом настоящем кладе. Первая чаша, которая у меня появилась, была от бренда Lunette. И она стоит относительно дорого, если смотреть какие-то альтернативные варианты на американском рынке. Но при этом даже 30 евро мне было вообще не жалко, зная, что это купит себя с лихвой. К сожалению, я потеряла ее в одной очень неловкой ситуации, и это полностью моя вина. То есть, если бы у меня было просто мозгов побольше, все было бы хорошо. Но мне нужно было купить новую, и я решила попробовать просто любой другой бренд, посмотреть, настолько ли она другая будет хороша, так же, как стоит какая-то дорогая и классная. Поэтому я заказала с Амазона уже другой бренд вот этой чаши, называется Blossom Cup. Стоит 14 долларов, визуально выглядит немного по-другому, не такая красивая у нее упаковка, вот этот мешочек для хранения, но в целом суть и удобство те же. Ко мне идет еще третья чаша, которая стоит 3 доллара, и мне просто стало интересно сравнить чаши разной ценовой категории. Настоятельно рекомендую попробовать менструальную чашу, не бояться этого предмета. Он стоит не так дорого, чтобы даже просто потестировать. Может быть, конечно, вам вдруг не подойдет, но я не представляю, как так может получиться. Я до сих пор в неком шоке от того, насколько это крутая вещь и почему про нее не знают все и не пользуются все. Хотя я, конечно, догадываюсь, потому что бизнес из прокладок бы рухнул. Это выгодно для продавцов, но не для нас. Для потребителей выгоднее чаша. Мне кажется, попробовав однажды эту вещь, назад к прокладкам дороги нет. Напишите мне внизу, стоит ли рассказать чуть подробнее о моем опыте с чашами и чашами в разной ценовой категории. В интернете очень много информации об этом, вы можете загуглить, сразу прочитать. И я сама сделала просто такой ресерч, почитала какие-то форумы, посмотрела видео на ютюбе и попробовала. И вообще не разочаровалась. Так что не знаю, полезно ли вам именно от меня это услышать, потому что информации действительно много. Если хотите, напишите. Кстати, если вы переживаете об окружающей среде и пытаетесь как-то донести информацию до ваших близких, друзей, но они слушают в полуха, ленятся покупать там те вещи, которые вы им советуете, то у меня есть для вас лайфхак. Вы можете купить эту вещь и подарить человеку на день рождения или какой-то другой праздник, сделать подарок, который на самом деле улучшит их жизнь. Все эти покупки я сделала с сайта Amazon, который не делает доставку за пределы США. Но, к счастью, есть такая штука, как Бандеролька. Это сервис по доставке товаров из США и Европы. Она решает два вопроса, которые могут возникнуть при желании совершить покупки в Америке. Первое – это доставляет товары на американский склад, адрес. И второе – может оплатить американской картой какие-либо покупки. В первом случае она как раз помогает сделать покупку на Амазоне, который не делает доставку за пределы штатов, но зато имеет очень хорошие цены и разнообразие товаров. Во втором случае оплата американской картой помогает купить какие-то брендовые качественные вещи, например, Levi's или Timberland. Скидки и новые коллекции которых почему-то очень медленно и недешево доходят до нас. Бандеролька выкупает за тебя товары, доставляет их на свой склад в безналоговом штате, что очень круто, потому что если вы когда-нибудь были в Америке и видели в чеке вот эту сумму после, то есть сумма покупки, которую вы видите изначально, затем налог и итоговую цену – боль. Еще на складе можно хранить товары до 45 дней, то есть вы можете собрать несколько покупок из разных мест, убрать лишний мусор, коробку из-под обуви, какую-то упаковку, запихнуть все в одну коробку и максимально дешево доставить одну посылку уже в Россию. Бандеролька, по сути, облегчает задачу – закажи Америке то, что стоит в СНГ гораздо дороже. Еще хочу поделиться советом, связанным с кроссовками, если вы такой же любитель их и также любитель уникальных моделей кроссовок. Моя последняя пара, которую я ношу сейчас каждый день – это модель от Nike, называется Jevel LX Premium. И я их заказывала в Париж, то есть это была доставка по Европе. Во-первых, это было дешевле, чем купить пару Nike в СНГ. Во-вторых, такой пары и не было, а была только в Европе. Соответственно, это возможность урвать то, что не будет у каждого первого и второго на ногах. Мне повезло, что я ездила в Европу как раз в то время, но если у вас нет вот этого благоприятного стечения обстоятельств, то Бандеролька может заказать также на свой склад в Европе, в Берлине, и, соответственно, сделать доставку уже из Берлина к вам в город. Надеюсь, что этот сервис поможет вам купить что-то экологичное, полезное или уникальное онлайн. Под этим видео я оставлю ссылки на все товары, которые только что упоминала, а также на Бандерольку и промокод. Я снова решила отказаться от сахара на длительное время, завести эту привычку не употреблять какие-то шоколадки, батончики, вообще вот конфеты, все это, все такое, и также продукты, которые содержат сахар, и таких очень много. Мне кажется, самое главное, если вы хотите преуспеть в такой привычке, вам нужно найти, чем заменить вот эту вот ту же шоколадку, которую вы всегда пьете с чаем или кофе. Привычка употреблять какой-то вот чистый сахар в виде шоколадок и так далее исходит из того, что мне постоянно хочется что-то жевать. Я не знаю, почему так происходит, я думаю, что у многих так людей хочется вот просто есть. Может быть из-за стресса, я постоянно губы свои жую, то есть мне либо надо что-то есть, либо я начинаю себя есть. Вот это идеальная альтернатива для меня, альтернатива шоколадкам. Но при этом в магазинах, вот если вы почитаете состав всех таких полезных батончиков, в них везде есть сахар, и очень редко можно встретить именно продукт, где нету сахара. Всегда читайте состав продуктов, потому что когда вы знаете, что вы едите, возможно вы не захотите это есть, или наоборот будете спокойны, что то, что вы хотите потреблять, вы и будете. Миша буквально заставил меня играть в монополию, поэтому мы играем. What the fuck is this? Так, перехожу к Мише и слышу, он поет что-то. А он поет? Вот его песня. Слышит миаги. Миша, как ты это выучил? Сто раз. Ты Капитан Америка? Нет, я Человек-паук. Оскара тебя вижу за естественность. Субтитры сделал DimaTorzok